Впервые в Люберцах состоялся турнир по новусу. Это настольная игра, напоминающая бильярды шашки. Соревнования по такому редкому виду спорта прошли во дворце спорта «Триумф». За звание лучших сразились шесть команд из разных городов России. Подробности в нашем следующем сюжете. Новус, или морской бильярд, пришел к нам из Латвии. В Прибалтике это национальный вид спорта. Для игры нужен специальный деревянный стол, кий и шашки. Выигрывает тот, кто больше забьет пешек в лузу. Андрей Дмитренко, капитан Люберецкой команды, начал играть в новус еще в детстве. Лично для меня новус – это прежде всего здоровье. Потому что ряд заболеваний, которые у меня были ранее, то есть у меня даже седьмой десяток все-таки, как видите, я сейчас могу нормально двигаться, работать, трудиться. Особенность новуса в том, что игру можно освоить в любом возрасте и противопоказаний для занятий таким видом спорта нет. В одной команде собираются игроки с разными физическими данными. Познакомился я с этой игрой на турслете инвалидов в городе Тихвине. Мы туда приехали, там как раз были представлены эти игры народов мира. Просто никогда в жизни киник не держал до этого. Там посмотришь по телевизору бильярд, а тут такая вот, дай-ка попробую. Инструкторы Люберецкого физкультурно-оздоровительного клуба спортсменов-инвалидов «Надежда» пришли на соревнования, чтобы приобщиться к новой спортивной дисциплине. Мы много слышали о этой игре, очень интересовались этими моментами. И когда мы услышали, что в наш город приехал турнир среди городов России, ну, безусловно, мы не могли остаться в стороне, мы приехали, дабы ознакомиться вообще. На турнир по Новосу приехали команды из Люберец, Троицка, Королёва, Москвы, Рязани и города Сланца Ленинградской области. Семь часов длились соревнования. Спортсмены выступали как индивидуально, так и в парном составе. В итоге победителем стала команда из Рязанской области. Команда городского округа Люберца заняла почётное второе место. И третьей стала команда города Сланцы. Анна Слайковская, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Слайковская, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.